Гражданин, попрошу далеко не заплывать. В каникулы и выходные дни в ясную погоду многие соликамцы выбирают отдых у воды. В местах, где купание официально разрешено, есть все условия, чтобы люди чувствовали себя комфортно. А вот как обстоят дела с безопасностью отдыха? Мы готовы, как бы, как сказать, первую помощь медицинскую. И если человек будет тонуть, как бы мы сразу с ребятами быстро среагируем. Напомним, на период купального сезона с 15 июня по 5 августа на трех пляжах Соликамска выставлены спасательные посты. Какой организации доверить безопасность отдыхающих решалось, как и в прошлом году, на конкурсной основе. В этом году, согласно проведенного аукциона, контракт выиграло Березняковское отделение «Восвод» – Сирийское общее спасение на водах. Поэтому с ними заключен муниципальный контракт. Каждый пост оборудован всеми необходимыми средствами и инвентарем для спасения людей. А спасатели много тренировались на воде. Проходили обучение в Центре медицинской катастрофы, город Березняки. Обучили нас, прошли курсы первой медицинской помощи утопающего. То есть, проходили в бассейне практику. Много тренировались, как бы нам показывали, как правильно действовать. При том, если будет утопающий, идти ко дну. Татьяна Зибзеева ходит на речку нечасто и появлению спасательного поста рада. Потому что дети гуляют без родителей на пляже и ныряют. Вот сколько я наблюдала. Они уже купались, хотя еще купальный сезон как таково не открыт. Холодно. Они уже купались, дети, одни. Пока вода не сильно прогрелась, к спасателям обращаются за помощью медицинского характера. Порезы ног, перегрев на солнце и иные недомогания. В аптечке спасателей есть кетарол, парацетамол, бинты, пластыри. Каждое обращение фиксируется в журнале. Готовы ребята и к серьезным ситуациям, когда надо действовать командой. Ну то есть если кто-то тонет, мы садимся в лодку, если недалеко, то один сразу же ныряет, плывет, надевает ласты, то есть спасательные очки, чтобы видеть под водой. Все, а второй прыгает в лодку и плывет уже за нами, чтобы там кинуть круг спасательный и вытащить. Лето начинает радовать нас теплыми солнечными днями. И многие соликамцы поспешили на пляж, чтобы отдохнуть у реки, где их будут ждать спасатели в освод. А нам стоит надеяться, что спасение утопающих будет в руках профессионалов, а не, как говорится, самих утопающих. Екатерина Каячева, Дмитрий Солдатов, телекомпания Соль-ТВ.